Всем привет! Вы на канале политический новостник. Приятного просмотра. Перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал. Будем очень благодарны. Ну а мы к теме выпуска. Стало известно о конфликте между турецкими и российскими военными в Карабахе. Появление в Карабахе турецких вооруженных сил привело к новой волне эскалации в регионе, однако. На этот раз затронуты оказались интересы России. Согласно данным информационного агентства Reuters, Россия отказала Турции в возведении собственных наблюдательных постов на территории Карабаха. Однако в Анкаре заявили о том, что в противном случае будут действовать в регионе самостоятельно, вне зависимости оппозиции по этому вопросу Кремля. Турция и Россия расходятся во мнениях по поводу желания Анкары создать независимый военный наблюдательный пост на территории Азербайджана, сообщил турецкий источник после того, как в этом месяце они договорились следить за прекращением огня в Нагорно-Карабахском регионе. Турция и Россия уже договорились создать в регионе совместный центр для наблюдения за прекращением огня 10 ноября, положившим конец неделям боевых действий между войсками Азербайджана и этническими армянскими силами в анклаве. Российские и турецкие официальные лица еще не согласовали параметры механизма наблюдения, но Турция, верный союзник Азербайджана, также хочет собственный независимый наблюдательный пункт, усиливающий влияние в регионе, который она считает ключевым для своей собственной безопасности. Самая большая разница во мнениях сейчас – это наблюдательный пункт, который Турция установит на землях Азербайджана. Россия считает, что Турции нет необходимости создавать наблюдательный пост в регионе, независимый от объединенного центра. Однако это необходимо для Турции, сказал турецкий источник на условиях анонимности. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Ситуация на фоне этого может очень серьезно обостриться, особенно учитывая влияние Анкары на Баку, где от российских военных могут попросту потребовать уйти села-территории, находящейся по суверенитетам Азербайджана. В своем обращении к нации глава Азербайджана высказался о действиях армян в регионе. По его словам, Армения является террористическим государством. Алиев заявил, что у этого террора есть много признаков. Президент Азербайджана Эльхам Алиев назвал соседнюю Армению террористическим государством. Об этом идет речь в обращении Алиева к соотечественникам по случаю перехода Кельбаджирского района Карабаха под контроль Азербайджана. Комментируя возврат Кельбаджирского района под контроль Баку, Алиев высказался и о действиях армян в этом районе и Карабахи в целом. Он заявил, что Армения является террористическим государством и отметил, что у этого террора есть много признаков. Армяне разрушали наши памятники, реализовали геноцид населения, меняли русла рек, рубили деревья, поджигали леса в последние дни. Поджигали дома, которые принадлежали азербайджанцам. Вы только посмотрите, с какими дикарями мы столкнулись, заявил Алиев. Он отметил, что Азербайджан одержал победу не только над армянским государством, но также и над армянским фашизмом. По словам Алиева, Баку сделает все возможное для восстановления Кельбаджера и возвращения в регион нормальной жизни. В Кельбаджере есть богатые природные источники, ресурсы. Враг хищнически эксплуатировал их. Все это будет восстановлено, подчеркнул президент Азербайджана. Алиев также назвал виновников в отступлении селе этой территории в начале 1990-х годов. По его словам, прямая ответственность лежит на представителях Народного фронта Азербайджана. Это общественно-политическая сила, национал-демократического толка, которая существует еще с 1988 года. Лидер Народного фронта Абульфас Эль-Чебей в 1992 году стал президентом Азербайджана, сместив с этого поста экс-руководителя Азербайджанской ССР Аяза Муталибова. Однако Эль-Чебей не смог удержаться на должности президента и года. В результате госпереворота он лишился своего поста и бежал вначале в Нахичевань, а оттуда в Турцию. Его место занял другой экс-руководитель Азербайджанской ССР, бывший генерал КГБ и отец Ильхама Алиева Гейдар Алиев, он правил Азербайджаном до своей смерти в 2003 году. В годы своего президентства Эль-Чебей заявил о выходе Азербайджана из СНГ и переориентировании страны на Турцию. Однако ему не удалось решить ряд ключевых проблем как внутри Азербайджана, так и во внешней политике, включая Карабахскую войну. Тогда Азербайджан потерял контроль над рядом районов в Нагорном Карабахе. В свою очередь Алиев сравнил руководство Народного фронта с коллективным Николом Пашиняном. Окупация Кельбаджарского района является прямой ответственностью находившегося в то время у власти Народного фронта Азербайджана. В целом Народный фронт Азербайджана – основной виновник оккупации наших земель, потому что если бы в 1992 году они не пришли к власти незаконными путями, не совершили государственный переворот, возможно, наши земли не оказались под оккупацией. По существу, если провести параллель, то их образ – это словно коллективный Пашинян. Если те, кто их не знает, захотят сформировать какое-то представление о них, то пусть посмотрят на Пашиняна. Пусть посмотрят на его действия и увидят в его лице облик тогдашних Народного фронта Азербайджана и руководства страны, отметил Алиев. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, чтоб всегда быть в курсе свежих и интересных новостей. До встречи!